Ксюша, смотри, я уже готов ко всему. Ко всему своей жизни готов. Вас приветствую. Мы продолжаем Утренний Экспресс в такой творческой атмосфере. У нас уже в гостях руководитель студии живописи Елена Шкаленкова. Доброе утро. Доброе утро. И художник, дизайнер, член Союза художников России, фотохудожников Татьяна Швецова-Яперова. Доброе утро. Доброе. Сегодня мы вместе с вами будем делать открытку. У нас в ближайшее время праздники. Правильно? Да, да, да. Весенние прекрасные праздники. Масленица. Я все намекаю тебе на 8 марта. Ты скоро запомнишь. А, девочки, с наступающего. Что придется тебе дарить? Хотя бы открытку, которую ты сейчас с собой руками сделаешь. А можно я прямо сейчас сделаю открытку? Да, конечно, можно пойти. Вот, мы готовы. Это самое главное. Что мы будем делать сегодня? Мы сегодня займемся ниткографией. Нитка? Да. Это такой необычный способ, нетрадиционный способ рисования, для которого особых художественных навыков не надо. О, это вы в точку попали сегодня. Вот. А нитки? У нас есть лист. Давайте мы его пополам сложим. Уголки ровненько, да, соединили и аккуратненько пополам. Слушайте, ну, раз... Семен, справишься ли ты с этой? У меня это получится, да? Да. Значит, это получится и у детей. Возраст даже 2 года. Ну, раз у меня получится, значит, и у детей получится. Что нам нужно сразу приготовить? Так, сейчас я раздам нитки. Это, получается, открытка, как в детстве, она из двух половинок, да? То есть сухопали. Да, да, да. Она из двух половинок, потом можно будет ее либо вот так вот поставить очень красиво, либо сюда можно поздравление потом написать. Нитка есть, открытка, заготовка есть. Да. Что дальше у нас происходит? Самое главное. Теперь смотрите. В чем-то у нас экспериментальное задание занятий сегодня. Почему? Вот у нас есть ниточка, потому что есть такой момент экспромта, потому что вот как ниточка решит. Импровизация. Мы это очень любим. Смотрите. Сейчас я могу показать. Например, беру... Вот мы. Наматываем на пальчик немножко. Нематываем на пальчик ниточку. Да. Ну, так, не туго, не туго. Просто чтобы удобнее было окунуть в тюбик с краской. Все, договорились. Такой кончик не очень для меня должен. Кончик оставляем. Кончик оставляем, потому что нам нужен один неокрашенный кончик, чтобы потом... Смотрите, вот теперь я... А, один только кончик. Да, можете посмотреть. Один, конечно. Один. Вот на желтом фоне хорошо смотрятся вот холодные цвета, да? Вот, например, синенькие или яркие, красные, теплые цвета. Вот окунула в краску, да? Ну, не совсем глубоко, не совсем просто вот так аккуратно. А я просто буду сразу же параллельно? Да, вы можете начинать параллельно, да. Насколько глубоко мне нужно... Ну, нет, глубоко не надо. Сколько сантиметров? Нет. Глубоко даже не надо, ни сантиметра не надо. Вот так. Буквально, смотрите, вот колечком я свернула. А, колечком? Да, колечком. И чтобы она прокрасилась. Смотрите, нужно с пальца снять. Да, с пальца снять. С пальца нужно снять. С пальца аккуратненько снимаем туда в красочку. Я уже все неправильно сделала. А кончик можно заново, да? Мы в перчатках... Все, окончик держим. У вас вот должно получиться вот как у меня в руках сейчас, смотрите. Да, да. Вот вы сняли, но можно снимать сразу в баночку. Да, да. Да, посмотрите, я потихонечку достаю. Она у меня такая прокрашенная. Ой! Смотрите, даже излишки краски можно убрать. Подождите, а зачем мы сворачивали ее тогда? А чтобы удобнее окунуть в баночку. Короче, первый пункт был не очень важен. Я вам больше скажу, в перчатках можете и не кисточкой, а пальцем туда ее. Так, мы достали. Можно носопачиваться. Давайте я попробую тоже. Все, постарайся. Да, смотрите. Излишки можно даже... Отбегайте от меня лучше. Сухой кистью убрать немножко в краску, вот смотрите, да? Это многовато? Да, многовато немножко, да. Да, давайте излишки уберем, чтобы у нас не было просто пятна такого. Слишком много краски тоже не надо. Да, уберем вот излишки. Сухой кистью лучше обратно в тюбик, да? Да, поменьше краски. Тут на самом деле бывает со второго раза даже лучше отпечаток, потому что первое, может быть, много краски, получается цветное пятно, а вот второй раз тогда уже вот такое красивое, с текстурой. Давайте уже приступим к творчеству. Открываем открытку. Давайте вот на стороне наша, которая лежит. Да, на правой. Скорее, пока я не прилип к рубашке. Делаем такую вот, посмотрим, давайте сначала у меня. Так, что мы делаем? Красивенько как-то. Мы кладем в... Змейку такую вот. Хаотично, как хотим. Змейку. А, змейку. Такую вот, давайте. И чтобы сухой кончик у нас выходил за пределы нашей работы. Ага, а если он... Ну ладно. Аккуратненько, аккуратненько сверху начинаем. Ладно, надо же хаотично, мне сказали. Вот и все. Да, сухой кончик выходит. А если я тут на это намазал... Ой. Все, а теперь закрываем. Зачем страшно абсолютно. Придавливаем. И придавливаем, придавливаем. Да, у нас будет отпечаток. Отпечаток. А тянуть надо? Надо. Я там кончик потерял сейчас. Все, держим. Тянуть надо. Должен остаться. Мы его для этого... Внимание. Берем за конец и тянем. Тише, тише, тише. Может быть, мы как-то... Аккуратно берем. Интересно будем тянуть. Да, можно немножко... Как-то необычно, может быть, тянуть будем, да? В сторону немножко можно... И так аккуратно рукой держим. Рукой держим. Вот ладошку прямо... Надо, чтобы немножечко поевозило там, да? Да, да. И немножко, да, можно так вот... И теперь в другую сторону, да? Да, немножко. И рукой при этом держим. Так. Не торопимся. Не торопимся. Эфир резиновый. Я вспомнила... Да нет, не успею. И в обратную сторону, да, можно развернуть? В ясельную группу. Оп. Ну же, это же отлично, когда мы возвращаемся в детство. Это же самое главное, конечно. Вот смотрите, какой красивый яркий цветок получился. Ого, почему у вас красиво получилось? Покажите всем, вы покажите. А, ну же, Семен, красиво сейчас получится, даже не сомневайся. Смотрите. Сейчас мы проверим, что у нас, Семен, получилось. Да, прожилки получились. Ксюха, отходи. Сейчас нитка вылетит на тебя. Итак, у вас одинаково, девочки, получилось? Покажите всем. Нет, не очень-то одинаково. А у меня получилось. У меня какие-то люди получились. Какие-то ангелочки получились. Какая-то бляба. Тебе к психологу надо отпустить это. Вот такие с крылышками, я вижу. Вот, у меня... У тебя дамы, женщина. Семен, у тебя очень круто. Вообще круто. А у меня какой-то олимпийский огонь. Не вести себе, у тебя просто клякса. Нет, ну красиво. Кубок, конечно. У нас же олимпиада в Токио в этом году. Так, подождите, еще раз. Вот так будет выглядеть. А теперь можно, да, снова... Можно взять чистую ниточку. Можно другой цвет брать. Смотрите, вот сильно глубоко не... Я думал, это я придумал, что берем другой цвет. Ах, Семен, давайте еще разок. Можно попробовать? А где кисти? Еще кисти у нас закончились. Я тут забрал. А, вот-вот кисточки. Можно мне тоже, пожалуйста? Першите. Смотрите, главное, чтобы сильно много краски не было, да? Да. Мы закрашиваем ней, да. Все, может, поняли, да, что это? Тут... Вот, Семен. Опытным путем приходим. Вот, смотрите, поменьше вот эту краску, да? А можно я вот так помогу рукой себе? А можно рукой помочь? Что я тут церемонию себе? Я так советую, как не запачкаться, да? А, так искусство, оно требует кого? Жертв. Так, все, я тоже уже начала рукой, это уже бессмысленно. Беру за конец, оп, и тяну, медленно тяну, а потом быстро тяну, и надо было в новую работу-то. Нет, нет, нет. Я уже могу снять перчатки, правильно? Можете, да, если не надо. А сейчас мы как укладываем? А сейчас можно... А, друзья мои, посмотрите, это прекрасное произведение искусства, называется «Дома постираешь». Вот вся рубашка, посмотри. Также прикладываю. Ты же не думай ко мне прикасаться, я тебя умоляю. Кто запачкался сегодня? Ну ладно. Чего не сделаешь ради любви. Посмотрите. Ух ты, а между прочим, очень интересно. Очень. Я даже вижу силуэты. Силуэты? Да. Ух ты. О, у меня добавочка. Парочка, парочка прям. Скажите, пожалуйста, за сколько я могу это продать? Современное искусство оценить, знаете ли, не так просто, Семен. Ну вот во сколько вы себя оцениваете? Мне бы, чтобы хватило на порошок для рубашки. А вот смотрите, а теперь если мы видим что-то, что у нас получилось? Давайте, вот полминутки буквально. Дополнить, да. Например, я вижу у меня цветы. И всего лишь надо кисточкой можно дальше дорисовать. Да? Например, лепестки. Я вижу прям вот прекрасные какие-то силуэты, я не знаю. Отлично. Да, у меня тоже. Включи воображение. Потом дорисую. Либо людей, либо модели какие-то, да. Что такое я вижу на самом деле. Спасибо вам, что вы к нам сегодня пришли. И, пожалуйста. Теперь у нас есть возможность сделать дома. Главное, что... Какой? Ну, главное, что высушить это все надо, чтобы не заляпаться. А пока это соутит, можно поразгадывать кроссворк. Да, мы сегодня на тему весны рассуждаем. И хотели бы вас уточнить. Возможно, вы знаете ответ на тот вопрос, который мы телезрителям сегодня загадали. Эта способность недоступна большинству видов наземных животных. Как вы думаете, о чем идет речь? Способность наземных животных. Наземных. Способность. Пять букв. Пять букв. Творчество. Творчество, может быть... Но на самом деле мы загадывали... Все гораздо проще. Все более приземленно. Мы загадывали слово полет. Все было легко. Пять букв. Действительно наземных животных. А что? Творчество это тоже полет. Полет фантазии. Полет мыслей. Спасибо вам большое, что это утро провели с нами и запачкали мне рубаху. Я думаю, что это не самое страшное, Семен. Ну, а то. Итак, вопрос номер пять. Весной это происходит с большинством животных. Что весной происходит с большинством животных? В свою очередь хочу, Лена, Татьяна, вас поблагодарить, что вы это утро встретили вместе с нами. Спасибо вам большое. Вы эксперты, эксперты в творческой среде. Но прямо сейчас у нас выступит эксперт, как это сказать, в профилактической лечебной среде? Не знаю. Ну, как-то так. Давайте посмотрим. Давайте вместе с вами посмотрим прямо сейчас.